Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей, я автор ютуб-канала Домашний Мастер. Если вы еще не подписаны на канал, то просьба подпишитесь. А также по ссылке в описании переходите на мой телеграм-канал, потому что именно там сейчас вся движуха. В этом видеоролике я хочу вам показать и рассказать, как можно сделать отличный рожек своими руками. Он будет полезен тем, кто часто ходит в лес, гуляет, требуется разжечь огонь сырыми дровами, либо, не знаю, на рыбалку ездит, чтобы уху приготовить. То есть задача стоит такая, как максимально просто и быстро разжечь огонь в любых условиях. В руках у меня кусок хозяйственного мыла. Именно это мыло нам и поможет. Вам желаю приятного просмотра и поехали! Итак, друзья, на стол кидаем любую картоночку, газетку, берем в руку мыло и также обычную терку, на которой сейчас надо будет натереть нам мыло. И так мыло у нас натерто на терке. Далее мы берем небольшую пластиковую емкость, которую будет удобно пересыпать и, скажем, сделать нашу смесь. Но в дальнейшем можно взять там вплоть маленькую, даже баночку там от йогурта питьевого, чтобы удобно было просто окунать туда щепку. Что мы делаем сейчас? Сейчас все натертое мыло пересыпаем в эту емкость. Вот столько у нас протертого мыла получилось, примерно половина баночки. Далее в заготовленную тару надо нам налить бензин, либо керосин, буквально чуть-чуть прям выше наших лобьев. Закрываем крышечкой. Немножко перемешаем. И все это дело оставляем на пару часов. Так, друзья, прошло буквально, ну, наверное, чуть больше часа, хотя лучше подольше чуть подождать, около двух. У нас вот такая на вид получается паста. То есть она еще будет чуть-чуть погудше, будет получше. То есть в таком состоянии ее можно прям по маленьким баночкам рассортировать, чтобы было удобно с собой брать. Сейчас покажу, как она работает. Предположим, что мы дрова сложили, допустим, там домиком, колодцем, и нам надо разжечь, да? То есть обычно либо заталкивают кусок бумаги, поджигают, либо горелку ставят и ждут, пока разожжется, высохнет. Тут можно немножко поступить попроще. Выложив костер колодцем, нам достаточно чуть-чуть, прям буквально чуть-чуть, окунуть в нашу пасту. Дальше закрываем банку и убираем подальше, чтобы, не дай бог, от огня подальше. И вот смотрите, как горит эта паста. Да, она, конечно, немножко коптит, без этого никуда, но у нас вот такой получился мини-факел, который будет спокойно лежать и разжигать, подсушивать ваши дрова. Поэтому, друзья, берите на вооружение, это очень удобно, то есть даже веточки поломал, пусть они даже сырые, чуть-чуть окунул в эту пасту, то есть поджег, и у вас есть стартовый такой мощный розжиг, который поможет вам разжечь ваш костер. Пишите в комментариях, пишите вопросы, кто как разжигает свои костры, поставьте лайк, если тема была полезна и интересна, подписывайтесь на канал и обязательно пишите в комментариях свое мнение. Стоит ли этим пользоваться или нет, какие вы еще советы знаете или нет. Ну и, конечно, кто пользуется таким способом для разжига костров. Всем хорошего настроения, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok